Приключения в мир космических технологий. Парк Космодрайв начинает работу во Владивостоке. Все, что сегодня человечеству известно о космосе, представлено в 47 интерактивных экспонатах. Подробнее о них узнаем прямо сейчас. Это программа «Время говорить». Меня зовут Анна Бережная. И у нас в студии сегодня Святослав Батуев, организатор выставки Космодрайв по Владивостоке. Здравствуйте, Святослав. Здравствуйте. Я думаю, что для начала стоит рассказать подробнее о выставке, что она из себя представляет, откуда она к нам приехала, кто уже успел ее посмотреть. Нам интересны все подробности. Посмотреть выставку успели уже многие города. Из последних это были Иркутск, Новотибирск, Томск. То есть плавно так к вам добирались, добирались, добрались. В целом выставка – это множество зон, множество аттракционов, на которых дети могут почувствовать себя настоящими космонавтами, прикоснуться к тому далекому, неизведанному космосу, который всех нас всегда так манит. А взрослые могут исполнить мечту детства, да, стать космонавтом? Конечно, конечно. Взрослые исполнить мечту детства, ну и вместе с детьми также поучаствовать во всем. Потому что выставка является интерактивной, все экспонаты, все абсолютно направлены на взаимодействие с ними. Например, можно узнать свой вес на других планетах, опробовать на себе гравитацию, например, какой она была бы на Юпитере. Пропустить через себя электрический ток с помощью катушки Тесла и зажигать лампочки без какой-либо помощи. Это тоже известные опыты Тесла, да, правильный? Да, да. То есть вы берете лампочку в руки, она у вас просто загорается, когда вы на него встаете. Большая зона виртуальной реальности, плазма комнаты, эволюция звезд, то есть почувствовать себя звездой. В принципе, очень много интересных экспонатов, так можно перечислять их очень долго. Ну мы, безусловно, просто обязаны сегодня остановиться на каких-то поподробнее. Понятно, что все 47 обсудить не успеем, это нужно прийти и самому попробовать и посмотреть. А правильно ли я понимаю, что все-таки эта выставка, она не только развлекательная, но она ведь и познавательная, как для детей, так и для взрослых? Совершенно верно, так как цель выставки, одна из целей – это популяризация науки. Соответственно, не только детей привлечь, дети развиваются играя, это всем известно. Соответственно, в игровой форме им какие-то навыки, какие-то базовые знания закладываются, они что-то узнают, заинтересовываются, и дальше уже углубленно изучают науку. А может быть, и выбирают себе такой путь научный в будущем. Вы не рассказали, я в начале программы задала вопрос, откуда появилась эта выставка, где она родилась? Родилась она где-то в Саратове. Три организатора выставки собрались и решили сделать такую выставку. Это не первая выставка, также есть выставки роботов у нас, которые также ездят и привлекают детей к робототехнике. То есть это была инициатива обычных людей, не ученых? Один из них, например, являлся до этого резидентом фонда Сколково, имел свои разработки. То есть не совсем обычные? Да, все же таки ближе к ученым, но именно идея нести науку в массы, простыми словами рассказывать о сложном, рассказывать о том, как электричество может проходить через человека, что такое плазма. Очень-очень многие. Вот у меня здесь прямо описание есть, да, можно совершить виртуальное путешествие на другие планеты, например, превратиться в звезду, взлететь на ракете в кресле космонавта, это лишь малая часть. Давайте все-таки подробнее о каждом расскажем, да, ну не о каждом из 47, а о каждом самом, наверное, основном, что обязательно стоит посмотреть на выставке. С чего бы вы хотели начать в первую очередь? С чего бы я начал? Ну, с зоны виртуальной реальности, потому что там несколько различных есть, скажем так, аттракционов, на которых можно выйти в открытый космос или совершить путешествие по МКС, выполнить различные задания и почувствовать себя действительно космонавтом. Виртуальная реальность очень хорошая, чувствуешь себя там действительно как будто бы ты в космосе. Также есть эволюция звезд, о которой я уже говорил. То есть это будет интересно и взрослым, и маленьким как раз из тех аттракционов, которые относятся к категории скорее 0+. То есть ограничений нет, да, посещения? Да, нужно всего лишь зайти в игровую зону, и вокруг тебя сразу появляется звезда, начинает развиваться, растет и совершает весь свой цикл жизни. Может взаимодействовать с другими звездами. В общем, все это очень интересно, ярко, красочно происходит. Дети развлекаются, им нравится. Рядом стоящий оператор рассказывает в это время о том, как, в общем-то, проходит цикл звезды, как она рождается, как она потом растет и как она уже переходит в черную дыру. Ну, опять же, вот и новые знания, да, которые можно приобрести на выставке. Что еще обязательно следует посетить? Обязательно такая вещь у нас есть, как гироскопы, а ниже центрифуги. Это тренажеры, на которых тренируются космонавты. Прямо вот имитация полная, да? Да, да. Садимся в кресло, и в этом кресле нас начинает раскручивать во все стороны. Вокруг всех осей мы вращаемся. То есть действительно, как вот космонавты тренируются, вот, но, естественно, никаких больших скоростей, там, опасных для здоровья и так далее, как они испытывают перегрузки в несколько G, этого не будет, но будет весело и... И без того будет весело, да? Да, будет весело и интересно, и все-таки почувствовать себя в той невесомости можно будет немножко. А какие-то противопоказания к этому, так сказать, аттракциону есть? Противопоказания к некоторым аттракционам есть, которые относятся больше к аттракционам Теслы, вот. То есть кардиостимуляторы нельзя, но и с болезнью пороками сердца и тому подобным. Это какой именно опыт Теслы? Какой именно вы сейчас описываете? Это Тесла-подиум. Расскажите о нем подробно. На котором вы встаете. Это маленькая катушка Теслы, которая заключена под подиумом, вы на него встаете. Ну и, например, если вы возьмете в руку лампочку, притянете ко мне ее, я протяну к этой лампочке, и она начнет светиться, так как между нами пойдет электрический ток, но он пойдет без проводов абсолютно. То есть человеку можно давать в руки лампы с... В общем, можно зажигать. Они в нем в руках загораются, зажигаются. А что... Вот я видела у вас в видеозаписи есть, да, и там показано, что, например, девочка стоит очень забавно, прикладывает руки, и у нее волосы дымом встают. Ну, это от тока, я так понимаю. Что это за шар такой волшебный? Да, это генератор Вандеграфа. Шар за счет статического электричества, которое скапливается как раз на этом шаре, когда мы на него клонем руки, все волосы на нашем теле начинают отталкиваться друг от друга, так как заряжаются статическим электричеством. И если у вас волосы не очень тяжелые, то, да, действительно, прическа будет такая, как у Эйнштейна. Дополнительный объем еще можно получить, да? Да, да. Девушки, которым не хватает объема, могут смело идти и пробовать сделать его таким интересным, необычным образом. Но это, конечно, я шучу. Что еще вы бы советовали посетить, например, то, что было бы поразительно даже для взрослых? Есть аттракцион, направленный на иллюзию, на то, как работает наш мозг, нам расскажут, и как вообще мы воспринимаем оптические иллюзии. Аттракцион называется «Вортекс». Заходя туда, попадаешь, как будто бы в черную дыру. Были случаи, что взрослые мужчины прибегали под закрытие, приводили своих жен, зайди, зайди, посмотри. Вот до того взрослых действительно это поражает, удивляет, что действительно там заходишь, рассказывать, как там выглядит, это я не буду, это нужно увидеть. Ну, понятно, что да, это бессмысленно рассказывать, конечно. Но внутрь в него входишь, и такое ощущение, что ты действительно куда-то летишь, на самом деле ты всего лишь стоишь на месте, вокруг тебя происходит лишь оптическая иллюзия. А не бывает такого, что люди выбегают в страхе просто? Нет, нет. Паники не бывает? Там такого не бывает, то есть там всегда проход ничем не закрывается, можно зайти и выйти, заходят по одному, по два человека максимум, поэтому спокойно все. Давайте, наверное, немножечко расскажем, как попасть, куда нужно будет приехать, и со скольки до скольки все будет работать, а потом продолжим обсуждать интересные экспонаты. Самое интересное, выставка будет располагаться на двух этажах, и она будет делиться на две зоны. Одна из зон – это космический корабль, то есть мы приходим, заходим на выставку, и проходим по космическому кораблю, тренируемся, тренируемся на наших замечательных центрифугах, тренируемся на перчатках космонавта, как они там работают. И все-все-все-все-все, проходим полностью, дальше мы попадаем во второй зал. Но для того, чтобы нам на него попасть, нужно выйти из первого зала, пройти на другой этаж, и там уже попадаем в открытый космос. То есть все поэтапно, как и по правилам нужно. Сначала подготовка космонавтов, а потом открытый космос, правильно? Да, там уже другие экспонаты, и уже планеты вокруг летают, левитация и так далее. Потрясающе. Найти нас довольно просто. Торговый центр «Седанка-Сити», третий этаж, как спускаетесь со скала, поднимаетесь, точнее, по эскалатору, на третий этаж поднимаетесь по эскалатору, идете прямо, сразу же упретесь. В космический корабль. В космический корабль, да, где можно приобрести билет сразу на месте, также заранее можно приобрести билет в интернете, чтобы не стоять, бывает, в очередях. То есть, я так понимаю, правильно, нужен единый билет для всех 47 экспонатов? Да, да. Здорово. То есть, чтобы посетить все экспонаты, вам нужен только один входной билет, и далее уже проходите, вам ставят замечательную печать, которая светится в ультрафиолете, и по ней вы проходите, везде контроль. Вы можете выходить и заходить в течение всего дня неограниченное количество раз, так как билет вам дальше уже не нужен. То есть, и время посещения неограничено, как вы сказали. Давайте сейчас сделаем небольшую паузу, мы прервемся на короткую рекламу, а после продолжим наш разговор. Оставайтесь с нами. А мы продолжаем наш разговор о выставке «Космодрайв». Святослав, я знаю, что у вас есть еще некая космическая мастерская. Что она из себя представляет? Чем еще вы готовы удивить? Космическая мастерская – это мастер-классы, которые проводятся на выставке для детей, можно и для взрослых, но больше все-таки для детей. Все, что вы сделаете в этой мастерской, вы забираете с собой. Что же там можно сделать? Там можно сделать шлем космонавта. Шлем космонавта любой, который только позволит, фантазия ребенка. Всего-то шлем космонавта, да? Да, но такой для детей – это прям настоящий шлем. Делается минут за 10-15, то есть очень быстро делается, и дальше дети довольны в этом шлеме. Иногда и не только дети, иногда и взрослые тоже любят, скажем так, где-то немножко впасть в детство. Ну почему бы и нет? Почему бы и нет? Тем более, впереди новогодние каникулы, волшебное время. Развлекаться так всей семьей. Конечно. Дальше есть такой мастер-класс, как «Космос в банке», «Космос в пробирке» можно его назвать. А что он из себя представляет? Он из себя представляет… Ладно, опять не буду рассказывать всех секретов, но когда это законченное изделие уже, это действительно смотрится как кусочек космоса, как есть вот эти вот красивые у нас снимки, которые делаются при помощи камер специальных, где очень-очень много звезд, цветные различные галактики, созвездия, туманности. Вот примерно такая же картинка у нас будет в нашей банке. И можно будет ее на память забрать, да? Конечно, да. Все, что делаем, там забираем с собой на память, уносим с виниры. И один из самых популярных мастер-классов – это рисование 3D-ручкой. Нарисовать 3D-ручкой в пространстве можно все, что угодно. Можно какую-то объемную фигурку, можно магнитик себе на холодильник космический, нарисовать чехол на телефон. В общем, все, что позволит фантазии и ваша усидчивость. Мне вот теперь очень захотелось нарисовать 3D-ручкой, потому что я вообще плохо себе представляю, как это происходит. Довольно просто. То есть маленький ребенок берет ее, как обычный карандаш, нужно всего лишь нажать на одну кнопку, чтобы начать рисовать. Здорово. Мне кажется, взрослым тоже будет очень интересно посетить космодрайк. Очень интересно. Во всяком случае, я уже готова абсолютно на 100%. Давайте тогда вот маленькие уточнения. Как все происходит? Ну, мы поняли, что есть две зоны. Это космические корабли, уже непосредственно открытый космос, куда мы попадем после. А вот как там на самих площадках все происходит? То есть есть люди, которые помогают, что-то объясняют? Или люди сами ходят и пробуют, испытывают на себе различные экспонаты? Как устроена работа? Вы заходите, проходите контроль и попадаете сразу, скажем, под влияние одного из операторов. То есть все-таки человек, который все объясняет, есть? Да, по первой части экспозиции вы проходите. И дальше первый оператор плавно передает вас в руки второму, когда рассказал полностью про свои экспонаты. Таким образом, вас везде сопроводят, вас везде проинструктируют, где нужно, расскажут, покажут. Ну, кроме фотозон, где можно развлекаться и фотографироваться на память, выкладывать в соцсети с нашими хэштегами и так далее. То есть можно еще и замечательные фотографии получить? Конечно. Фотографии там можно очень много замечательных получить. Фотографировать не запрещается и бесплатно? Фотографировать разрешается бесплатно, можно со вспышкой, можно видео записывать без проблем. Все мигает, мерцает, все такое космическое. Фотографии получаются действительно очень такие яркие, сочные. Вот вы уже сказали, что время пребывания там не ограничено, но если, допустим, человек спешит, но очень хочет попасть на выставку Космодрайв, сколько приблизительно в среднем ему потребуется времени, чтобы пройти две галактики вот этих, скажем так? Примерно по часу на каждый зал. То есть общее время посещения среднее – это два часа. Бывает и бывают такие моменты, что приходят с семьей от внуков до бабушек и дедушек, вместе ходят по выставке, все смотрят, а потом – «Ох, мы тут уже пять часов, нам нужно по своим делам». То есть это тоже нормальная ситуация, поэтому если вы планируете, то планируйте. Лучше освободите время и насладитесь уже полностью экспонатами выставки. Вы говорили, что, ну и как мы понимаем из нашей беседы всей, что нет каких-то возрастных ограничений, но тем не менее давайте еще раз проговорим, есть ли какие-то отдельные экспонаты, которые требуют особой подготовки, есть противопоказания, есть возрастные ограничения, чтобы люди были готовы. На некоторых экспонатах есть возрастные ограничения. Это 8 и 10 плюс зоны виртуальной реальности, которые маленькому ребенку просто от того, что у него еще не совсем, не до конца сформирован организм, ему может стать нехорошо. Соответственно, если родители очень сильно будут хотеть, чтобы их ребенок посетил, он, конечно, сможет посетить, но только уже под ответственность родителей. Да, потому что виртуальная реальность все-таки это когда наш мозг воспринимает опять-таки оптическую иллюзию, ему кажется, что он летит, что он движется с огромной скоростью, на самом деле стоит на месте. Чтобы элементарно не стало плохо. И кардиостимуляторы на тех зонах, где, собственно, опыты с электричеством проводятся, где проходит электрический ток, то есть это Тесла-подиум, Ван-де-Граф. Ну, плазма-комнату посетить можно, не стоит только к ней прикасаться и прикасаться в это время к другим людям, потому что... А что за плазма-комната? Вы про нее подробно не рассказывали? Или не хотите сейчас раскрывать всех секретов? Давайте расскажу. Ну, что такое плазма, начнем? Это одно из пяти агрегатных состояний, то есть агрегатных состояний у вещества, у любого, например, воды. Все мы знаем, твердая, жидкая, газообразная, но помимо этих трех, помимо стандартного набора, почему-то очень часто забывают про плазму и кристалл. Так вот, эту самую плазму мы, скажем так, закупорили большие колбы. И можно подойти, потрогать, действительно посмотреть. Это разряженный газ, по которому течет ток. То есть лучи такие, не как молнии мы видим, когда идет гроза, а прям луч, который извивается, тянется к вашей руке, когда вы прикасаетесь к ней. Очень ярко, красочно, разные... Под разными газами, под разные вещества в колбах, по-разному выглядят, это очень красочно. Интересно. Вот. И в то же время вам расскажут, где в космосе эту плазму найти. И на самом деле очень много в космосе этой плазмы. Звезды при формировании, например, состоят из плазмы. На поверхности звезд всегда плазма. Ну, в общем-то, в общем, все. Стоит на самом деле поторопиться, прийти и посмотреть, потому что вы рассказали очень много сегодня интересного. И я так понимаю, что это только малая часть того, что есть на выставке «Космодрайф», так как это 47 экспонатов, я повторюсь. И все они доступны по одному билету. Вся семья может прийти. И я предлагаю сейчас все-таки пригласить. Когда, куда еще раз проговорить. И до которого времени есть возможность посетить жителям и гостям Владивостока выставку. С 14 декабря по 8 января торговый комплекс «Седанка Сити», третий этаж, с 10 утра до 9 вечера – это в будние дни, суббота и пятница – это до 10 вечера. В общем, приходите. Будем всех ждать. Планируйте свое время. И желательно приходить, если у вас есть возможность, в будние дни. Святослав, спасибо вам огромное, что рассказали. Нам с удовольствием действительно хочется пойти, посмотреть, проверить себя, свои знания, получить какие-то новые знания. Я хочу вас поздравить с наступающим Новым Годом. Пожелаю всего самого хорошего. Спасибо, что нашли время и пришли к нам сегодня. Спасибо. Я напоминаю, что это была программа «Время говорить». В студии работала Анна Бережная. Увидимся на восьмом.